кто не работает тот ест учись студент ну вот это что такое но это бред за народа зла не хватает ребят в лесу как мамай прошел ребят вообще прямо тропы тропу всю блин везде по 10 раз по 20 уже наверно прошло грибников ну ничего смотри сразу один-то пропустили засранцы а я и не знаю что любовь может быть жестокой сердце таким одиноким но я не знаю но я не знаю но все равно я тебе желаю счастья зеленые подгрузки такие хорошие темные они крепенькие их потом засолим опять чесночком с лучком всю зиму будем кусать отмочим а все что лишнее останется возьму завтра с собой на работу и вечером еще приду грибочки с картошечкой пожарю на работу а а и а а всем привет мои друзья подписчики и гости моего канала как я устал опять я тут полный портфель тяги нести короче пипец опять я весь жопу в мыли короче всем привет еще раз я опять в лесу как вы поняли приехал опять полным чемоданом ингредиентов вот средерочка сейчас опять походим на тихую охоту в начале ролика пособираю грибов сколько это возможно еще каких-нибудь может слонинки найду беленьких там сереньких подосиночков да может сыроежечек себе своих любимых надеру в общем посмотрим какие грибы будут попадаться будем брать все а там разберемся если смысл пять шесть штук солонины солить брать или выкинем их если будет ни то ни сё в общем и как всегда пойдем сготовим что-нибудь вкусненькое только наверно сегодня будем готовить не на костре так как костром я сегодня заморачиваться не стал я взял все ингредиенты для салата вот сейчас пойдем на наше место где у нас там стол оборудованный сначала готовим поедим потом пособираем грибочки может наоборот то есть я просто уже кушать хочу если честно все погнали ну что ребят выходные прошли скотины отдохнули в лесах на шашлыках у кострах и как всегда на наше место засрали за собой ничего не сожгли хотя я подходил сюда я видел их я им сказал за собой весь мусор здесь уберите я здесь контент снимаю мне не срите да 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 ну чё вы думаете две бутылки пива пластиковых но неужели сжечь нельзя вот это все полиэтилен за собой бумажки пластиковые бутылки ну ну вот это что такое но ну что это блять за народ а ну зла не хватает ребят в общем ладно в лесу я пять минут хотел на этом месте прийти просто у меня здесь стол хотел салат сделать вот грибочков вот набрал подключаться не буду ребят по грибам какие набираю я вам потом по итогу покажу пока нашел эти подберезовиков немножко вот так что не особо пошел сейчас в другое место прогуляюсь у меня там второе место тоже есть со столом может там почище там попробую салатик сделать и все а потом пойдем куда-нибудь в другой дальний лес потому что здесь вот грибов уже не очень здесь все за выходные выбрели выкосили подключаться буду по мере возможно так как вы не любите же долгие съемки в лесу как мамай прошел ребят вообще даже вот эти все кустарники вот это все вот орешник густой такой здесь никогда никто не ходил обычно я сюда-сюда за северами ходил а тут смотрите тут прямо тропы тропы все блин везде по 10 раз по 20 уже наверное прошло грибников ну ничего смотри все равно один-то пропустили засранцы всех моих подосиновиков тут насобирали прочухали место ладно еще одного пропустили или новые наросли все все зачет а я и не знал что любовь может быть жестокой а сердце таким одиноким но я не знал но я не знал но все равно я тебе желаю счастья так ребят не то хотел сказать хотел сказать что я не знал что в суховке есть здесь вот такой водоем типа пруда здесь видите такая карьерная местность дикий пруд какой-то заросший там камыши асока тут и вокруг тут по островам прямо ходишь вокруг воды и здесь растут грибы подосиновики подберезовики они любят влажные места такие когда сейчас такая засуха типа здесь плотина какая-то даже что-ли бобровая вон там ходы такие прямо видно крысиные очень интересно я этого сколько сюда лет не хожу в суховку никогда не знал про это место теперь буду знать что здесь грибы есть и вода в лесу воля вольная стиль раздольная да что жизни милей полем вдоль реки шли станичники на боярдак ребятки лес благородных грибов вроде закончился я оттуда ушел ну пособирал вот таких вот красотулечек всяких боровых такие немножко ну там подберезовики есть еще на дне и сейчас он видите зашел немножко в другой лес хочу пособирать слонину еще в этом году пока она идет ну зеленых груздей на отмочку вот таких вот ой зеленые подгрузки такие хорошие темные они крепенькие их потом засолим опять с чесночком с лучком всю зиму будем кушать отмочим то есть сейчас вот пособираю все и пойдем там уже подключимся когда перекусывать будем то есть вот 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 что то с чем то ребят что то нынче вообще грибы не хотят попадаться если честно обычно обычно ходишь короче они грибочки тебя зовут постоянно кричат мимо них проходят они Олег Олег я здесь Олег я здесь не проходи мимо я такой ух ты хорошо спасибо за помощь я тебя сорву не дам сгнить а в этот раз что то они какие то это не сильно разговорчивые ребят обычно раз лягушку тебе какую то запустят ползущую она прыгать начнет такая и ты раз такой на нее ориентируешь сразу и раз и гриб видишь да а в этот раз не лягушек что то ну прыгали конечно лягушки но рядом грибов все равно нет найти их очень сложно сейчас в таком осиновом бару когда сейчас сезон сухой листья сухая трава темный лес бурый такой и грибы вот это вот солонина вот вот эти вот зеленые подгрузки вот эти да ребят они очень сливаются на низкой посадке их практически увидеть невозможно я конечно тут подсобирал вон ведерко пока шел до этого места потому что там то нам загадили как вы помните не сожгли мусор а здесь мы недавно с богданом сидели здесь арбуз ели яичницу вам омлет готовили из перепелиных яиц вспомните да я вот сюда опять пришел в общем вот пока вот шел набрал ведерко но хочется еще набрать ну и в то же время уже очень хочется кушать ребят поэтому поэтому давайте-ка сейчас поперекусим сготовим покушать салатик вот как у нас был запланирован у нас сегодня будет крабовый салат традиционный с кукурузой вот майонез я взял яичек наварил я не буду с рисом готовить ребят салат я буду делать его с листьями салата то есть такой свежий довольно таки хочу сделать еще надо будет сейчас костер разжечь я все-таки не хотел но что-то мне уже чайку хочется я все равно котелок взял кастрюльку взял огурчик сейчас все тут подготовлю в общем быстренько с вами сейчас все почикаем перекусим отдохнем сколько у нас времени-то в лесу-то ходили пол третьего пол третьего сейчас перекусим чайку похлебнем и все и двинем туда еще через линию еще там насобираем там еще тоже зеленухи должны расти будут они любят такие овраги тыры-пыры только я уже есть хочу но голодный желудок особо не ходится если честно вот грибы меня сегодня что-то не особо радует ну зато в лесу никого нет красота ходишь спокойно гуляешь единственное что я не люблю ребят тихую охоту это только из-за того что блин тебе постоянно паутина в лицо лезет я уже этих сто пауков нацеплял блин точно скоро человеком-пауком когда-нибудь стану блин этот единственный минус в лесу ходить цеплять паутину вот это я вот больше всего не люблю если честно паутину на лицо потом когда они по тебе начинают ползать везде это фу гадость все ладно приготовлю и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Из крабовых палочек. Называется... Традиционный. Ничего выдумывать не надо. Самое главное. Ингредиенты все простые. Самое главное, получается свежий. И вкусный. Выдумывать ничего не надо. Сегодня на костре жарить не будем. Достаточно себе чайку сейчас скипятим. Быстренько перекусим. А остатки салата мазать не будем. Помажем себе отдельно в тарелочке. А все, что лишнее останется, возьму завтра с собой на работу. И вечером еще приду. Грибочки все с картошечкой пожарю на работу. И пойду спокойно на сутки работать. Ну, короче, сейчас буду резать две упаковки. Купил крабовых палочек. Покупаю марки Рич, ребят. Вот, Вич, Рич. Очень хорошие, вкусные. Мне нравятся на вкус. Палочки дорезал. Не стал пока две упаковки кладь. Положил только полторы. Вот это отрезал, может, домой заберут. Мне кажется, многовато тут будет крабовых палочек. Но если что, я, конечно, добавлю. Почистил уже огурчик от кожуры. Сейчас сюда добавим огурчика в рецепт. Крабовый салат с огурчиком сделаем, со свежим. Потому что хочется все-таки что-то свеженького. Ну, конечно, сюда еще листья салата пойдут тоже. Придаст ей свежесть. Ну, в общем, я думаю, все будет шикарно, как в лучших ресторанах традиции. Только скучно одному сегодня. Никто со мной не идет на контент. Ну, ладно. Тихая охота. Она должна быть тихой охотой. Сготовлю сам с собой. Ну, вы же со мной. Хоть вы и вымышленные. Я разговариваю с камерой. Но все равно. Вы все со мной. О, чайок скипел. Ух, хорошо. Сейчас заварим. Буль-буль-буль-буль-буль. Все. Давай отсюда. Двигайся, чтобы я бы тебя не обжегся случайно. Ненароком. Так. Сейчас порежем. Листья салата. Урежем. Начало одну частичку порежем. А то больно много. Потом еще. Вот. Вот. Урежем. Ну что, все. Салат порезали, крабовые палочки порезали. Огурец порезали. Приступаем к фазе яички вареные. Попросил бабушку мне яйца творить. Забежал к ней перед лесом. Она мне отварила. Только я ее просил 4 яйца. А она мне что-то 5. От души. Не взял с собой эту-то яйца-давилку-то свою любимую. Которую раз, так и быстрее. Я не люблю просто ножом резать. Он к ножу липнет все время, это яйцо. Ну ладно. Нашинкуем ножом, где нож не пропадало. Ну и так будет со всеми 5 яичков. В принципе, чем больше в салате яичек, тем лучше, мне кажется. Ну что, все, ребят. Яичек порезал. Что у нас? Пошел финальный раунд. Банка кукурузы. Сейчас водичку сольем. Вот она, насадка на карпа. На крючочек насаживаю. Какие жирные линии попадают с карпы. Все лето карпов ловил на кукурузу. Ой, фу, карпов, линей. На доночку. Ну все. Обалденно. Я думаю, все будет шикарно. Баночку поймем в костерке и не прогорит. Ну вот у нас тут. Несмотря на то, что мы еще не покрошили один огурец и 5 крабовых палочек, у нас уже целая кастрюлька вышла. Сейчас наедимся. Собой заберу. Завтра на работе еще буду дать есть. Солить тоже общую всю не буду мазать. Себе порционно сейчас наложу. Покушаю. И дальше пойду за грибочками. Чайку попью. Ну а если я посчитаю, что тут каких-то ингредиентов, допустим, мало огурчика, я добавлю, крабовых палочек еще добавлю. Мне кажется, здесь уже лишку. Я просто взял на всякий случай две упаковки. Много тоже не надо. А тем более этот, сами знаете, что это не крабовые палочки, а наебка, ментай. Кругом один ментай. А пишут крабовые палочки. Они сами крабовых палочек-то никогда, наверное, не едывали сроду. Крабовые палочки у них там. Там вообще крабом-то и не пахнет, ребят. Ой, я не могу, умрешь на них. А люди верят, да, покупают. Цвет ментая покрасили в крабу. Ага. Ну, тебе и ладно. Ладно. А пока вот это перекусим, накроем крышечкой. Ну, чё вы тут разгавкались? Они мой салат, ребят, хотят отнять, вороны. Походу, каркают. Мы им не дадим же наш салат, ребят. Мы будем биться до последнего. О, как я сейчас с удовольствием перекусу. Я уже весь день холодный, голодный хожу, блин. Ничего с утра не поел, сразу влез. Это будет шикарно. Сейчас салатик перекушу и дальше за грибочками. У меня тут чайок-то ещё отсыл, нет? У меня тёпленький, ещё дымится. Ну, что, ребятки, вот и всё. Пробуем, что у нас получилось. Это шедевр. Это, ребят, шедевр. Так что, готовьте такие рецептики. Обычный, простой. Очень вкусный. Получается свежо. Можно с рисом готовить. Мне нравился всегда с рисом. Я туда ещё добавлял морепродукты всякие. Мидии, кальмары, креветки и чуть-чуть красной икры. И всё это с рисом. Это вообще получается уже даже морской больше салат, чем крабы. То есть разновидности салатов уйма. Я сегодня просто влез. Быстренько перекусить. По-простому. Без костра. Но всё равно получилось с костром. Просто чайку попить хочется. Вот. Как же без чая это? Ну, костерок сейчас потушу. Чайку попью. Ну, всё, ребят. Вот так вот красота. Сейчас я покушаю, попью чаю горячего. И двину ещё на ту сторону за грибами. Больше вам показывать не буду подключаться. Потому что видео и так выйдет уже довольно-таки долго. А вы не любите долго видео смотреть. Так что, давайте на этой ноте тогда с вами закончим. Прогулялись сегодня у нас. Получилась такая тихая охота. Я что-то вам опять сготовил. Прогулялся с вами. Показал грибочки. Сготовили. Посидели у костерка так аккуратненько. Всё. Я думаю, на этом заканчиваем с вами. До новых встреч. С вами был канал Олега, который вас всех любит, помнит и ждёт у себя на новиночках, на следующих. Так что забегайте, не пропускайте, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Дальше будет ещё только интересней.